В начале программы о драматических событиях минувшей ночи, которые потрясли Турцию. Группа военных подняла мятеж против президента страны Реджепа Эрдогана. В Анкаре и Стамбуле шли уличные бои с участием тяжелой техники. Авиация Пучистов бомбила парламент и другие важные объекты. На улицы вышли десятки тысяч людей. Несколько часов судьба турецкой власти висела на волоске, но утром стало ясно. Переворот подавлен. В стране идут повальные аресты. Задержанных тысячи. Точное число жертв неизвестно. По официальным данным погибли по меньшей мере 265 человек, раненых больше тысячи. Силы верные Эрдогану подавляют последние очаги сопротивления, но мятежники, судя по всему, еще удерживают фрегат «Евуз», на борту которого командующий турецким флотом. Хроника событий минувшей ночи и сегодняшнего дня в материале Максима Семина. Это была ночь хаоса. В двух крупнейших городах страны, Стамбуле и Анкаре, шли бои с применением танков и авиации. Началось все с появления бронетехники на улицах. В первые минуты никто еще не понимал, что происходит. В стране сохраняется уроза терактов. Возможно, это какие-то превентивные меры, говорили люди. Но все стало ясно, как только мятежники захватили телецентр. Обращение пучистов зачитала диктор государственного телеканала. Военные объявили, что берут власть в свои руки. Сделано это якобы для восстановления конституционного порядка и соблюдения прав и свобод человека. Сообщалось, что в ближайшее время будет представлена новая конституция страны. Военные попытались взять под контроль редакции ведущих СМИ и госучреждения. Они заблокировали аэропорты и мосты через Босфор. Был объявлен комендантский час. С перебоями работал интернет. Происходит у нас неразбериха. Мы сами пытаемся разобраться, произошел ли военный переворот или нет. Закрыты все вылеты. У нас работает канал государственной ТРТ. Там зачитывает девушка-диктор обращения военных к народу о том, что власть себя не оправдала и терроризм усилился в стране. И вот в целях защиты граждан мы предприняли попытку захвата власти. А по СНН-Тюрку то, что в городе происходит. Эрдуан, насколько я понимаю, призвал тех, кто поддерживает его, выйти на улицу. Но в городе сейчас облягут комендантский час уже. И призывали выходить. То есть решаются выходить. К банкоматам пытаются прорваться, деньги снять. Но банкоматы не работают уже. Религиозные деятели призвали людей выходить на улицы и противостоять военным еще до обращения президента. Мы открыли мечети и призвали людей выйти на улицы. То есть в абсолютно неурочное время был призыв к молитве. Удивились мы, конечно, все сильно. В Истамбуле и в Анкаре все-таки больше приверженцев президента Эрдуана. Именно с минаретов Стамбула прозвучал первый призыв идти к международному аэропорту. Сейчас вот читают зам с мечети. В периодах между молитвами он тоже что-то призывает народ. И был упомянут аэропорт Татюрка. Главный вопрос, который задавали себе все. Где президент? Официально Эрдоган отдыхал на море. По данным турецкой прессы, по отелю, где он находился, был нанесен удар с воздуха. Глава государства не пострадал. Он нашел возможность обратиться к нации посредством мобильного телефона. Хочу призвать народ выходить на улицы. Давайте собираться на площадях, в аэропорту. Пусть эта горстка бунтарей придет туда со своими танками и артиллерией. Посмотрим, что они смогут сделать с целым народом. Мятежники нанесли удары по телецентру. Канал СНН Тюрк, выдавший в эфир обращение Эрдогана, прекратил вещание. На этих кадрах видно, как солдат прямо в помещении СНН Тюрк задерживают полицейские. Им при этом, судя по всему, помогают сами сотрудники редакции. Удары с воздуха пучисты нанесли также по генштабу, штабу внешней разведки, по президентской резиденции, базе спецназа и офис управящей партии справедливости и развития. После обращения Эрдогана число людей на улицах заметно выросло. Это был первый уверенный признак того, что у пучистов, скорее всего, ничего не получится. Большинство оказалось против них. На сторону президентов стала полиция. Ей помогали безоружные люди, шедшие на танки с флагами в руках. Вот на этих кадрах БТР на полном ходу сбивает человека, который приверождает ему путь. Кое-где солдат прямо вытаскивали из боевых машин и передавали полиции. Особо с ними при этом не церемонясь. А вот здесь уже полицейский спасает танкиста от суда линча. Солдат едва держится, но разводит руками, как бы объясняя толпе, что ничего не имеет против нее. На здание парламента, в котором в тот момент находились депутаты, были сброшены две бомбы. Вертолет, с которым его атаковали, позже был уничтожен истребителем турецких ОВС. Всего за ночь на столице были сбиты два вертолета-мятежников. Эрдоган был прав, когда говорил, что Паучистов поддержала далеко не вся армия. Самолет президента ночью кружил над Мраморным морем. Сообщалось, что глава государства хочет просить убежище в Германии и готов немедленно туда вылететь. Но он, судя по всему, выигрывал время, пытаясь понять расклад сил. В итоге самолет приземлился в закрытом аэропорту Стамбула. И Эрдоган вновь, уже куда более уверенным голосом, обратился к нации. Это предательство. Это бунт. И я сразу хочу сказать, те, кто предал родину, дорого заплатят за это. Они не смогли принять правительство, избранное народным голосованием. Не смогли принять главнокомандующего Эрдогана, которого избрал народ. Это им с рук не сойдет. Турецкие власти рассматривают возможность отмены запрета на смертную казнь. Армию ждут серьезные чистки, заявил Эрдоган. Он объявил, что назначает исполняющим обязанности главы генштаба генерала Умита Дундара. Его предшественника, судя по всему, взяли в заложники. Офицеры генерального штаба и множество других командиров были взяты в заложники солдатами, которые совершили попытку государственного переворота. Этих людей увезли в неизвестном направлении. Позже стало известно, что всех заложников освободили. По словам очевидцев, поняв, что проиграли мятежники, отдали приказ своим людям сдаваться. Солдаты стали массово покидать бронетехнику с поднятыми руками. Уже на рассвете появились вот эти кадры. Арестованных участников заговора выводят из штаб-квартиры полиции, которая, как выяснилось, вся осталась верна президенту. Эрдоган, говорят, специалисты, может наслаждаться победой. Его политические позиции теперь явно усилятся. За это ему стоит благодарить свой народ. Как знать, чем бы закончился путь, если бы президента не поддержали простые люди. Рабочие, расчищая завалы в здании парламента, в стране сохраняется напряженная ситуация. Операция в генштабе была завершена только к 15 часам поместного времени. Власти назвали имя предполагаемого руководителя мятежа. Это бывший главком ВВС генерал Акын Астюрк. Он арестован. Один военный вертолет сегодня днем улетел в Грецию. Восемь военнослужащих, находящихся на его борту, попросили политического убежища. Министр стран дел Турции уверяет, что уже договорился об их экстрадиции. В руках мятежников оказался один из фрегатов. На нем удерживали командующего флотом. По данным израильских СМИ, спецназ отбил корабль. Официально эта информация пока не подтверждена. Закрыта база ВВС Инжерлиг. Прекращены вылеты, в том числе и базирующиеся там американской авиации. Президент страны призвал людей пока не покидать улицы. На этом фоне прокуратура выдала ордера на задержание почти 188 судей Конституционного и Верховного судов в связи с попыткой госпереворота. Всего же арестовано около 3000 человек. Среди них более 50 генералов и адмиралов. Мэр Анкары, в свою очередь, заявил, что в перевороте участвовал пилот, сбивший российский Су-24 над территорией Сирии. Максим Семен, Павел Матвеев, Первый канал.